Сегодня мы будем апгрейдить 57 паровоз компании Roco. Заменим ему старую раму для аналогового движения на современную. Вот она такая вот приехала, красивая вся, новенькая, даже с надписью спереди на морде. Вот сейчас сфокусируюсь. Конструктив рамы существенно отличается. Вот она старая рама. Как видим, капсула для дымогенератора здесь коротко замкнутая с рамой. Нужно по-любому, чтобы капсула была изолирована от рамы, как собственно будет реализовано здесь, прямо от завода. Я пробовал пилить старую раму, чтобы втиснуть новую плату. Вот она тут такая, новая плата с хвостом для подключения в плату тендера. И новая плата длиннее, вот ровно на вот этот хвостовик с лампочкой и вторым контактом, точнее обеими контактами для дымогенератора. В старой плате, вот этой вот всей части, передней нет. Она заканчивается примерно вот так. Изолирующая втулка, тоже вот она приехала. Она такая вот красненькая, не знаю из чего она там, ну твердая. Какой-то пластик, может быть керамика. Вот тут видно ее код детали. Тут вот, собственно, в кулечке гильза. Поскольку старая гильза запрессована в раму так, что вытащить ее оттуда, ну мне не удалось. Ну и тут еще приехал болтик, который я сломал в процессе разборки паровоза. Он оказался там закисшим и немножко подгнившим. Да, кстати, вот код этой гильзы для дымогенератора, кому интересно. Сразу, что обратил внимание, в новой раме переместили места для подпружинивания осей. Если в старой раме они находились вот возле первой оси и возле пятой ямочки для пружинок, то в новой раме их три и подпружиненные средние оси вместо крайних. Ну, соответственно, технологическое отверстие здесь, вот спереди, какое огромное. Я вот тут пытался повторить нечто подобное. Ну, рама уже задута, закрашена. Но ввиду того, что я не сумел вытащить гильзу дымогенератора, я решил отказаться от идеи использования старой рамы. Так, я вот тут уже распаковал нашу гильзочку. Вот она такая вот гламурненькая. И капсулу изолятора. Не знаю, вот видно. Она имеет утолщение на одном конце. И я думаю, что гильза вот так вот беспроблемно туда должна войти. Да, так и есть. Это вот все. Потом красиво будет смонтировано. Вот сюда вот в раму. Следующий этап. Установка платы на место. Так, с установкой платы тут возникла небольшая трудность, поскольку вот это вот отверстие для крепежа платы, ровно как и два внизу для монтажа нижней платки, в них не нарезана резьба. Посему сначала буду разбираться, как я сделаю там резьбу. Мне удалось победить резьбу в раме. Вот так вот красиво прикрутилась плата. Кстати, вот так вот выглядит старая плата. Такая съема. Вот, как видим, она существенно короче. Вот так же болт крепления платы смещен в сторону у старого образца и замыкается с рамой. У нового такосъема рама не замкнута ни с одним из контактов. Так, значит, наша мордашка собралась. Вот, все установилось. Конечно, качество пластика деталей компании Roco могло бы быть и получше. В последний момент заметил, что на буферных фонарях, вот в этом месте, треснутый пластик. Ну, слава Богу, что имел в запасе два фонаря и быстренько это все дело заменил. Дальнейший этап сборки установка на место колесных пар и всего парораспределительного механизма. Ну, вот, значит, получили в итоге такую вот сборочку. Хочу обратить внимание, что в новой версии 57-го паровоза был уменьшен диаметр вот этого вот болтика. И мне пришлось еще раз все разобрать и рассверлить монтажное отверстие в раме и в плате. Дорожки с внутренней стороны платы выполнены с хорошим запасом. И рассверливая отверстие, я не получил короткое замыкание на этот болт. Вот, также не совсем легко стали на место буфера паровоза, поскольку новая рама была шикарно закрашена большим слоем краски. И мне пришлось это все со штифтов отшкуривать, чтобы буфера сели на место. Продолжаем наш обзор. Как видно, я уже установил корпус на раму. И даже успел протестировать, как оно ездит. Все это детище вместе с тендером. Вот он, с установленным декодером. Хочу отметить, что корпус сел не с первой попытки и не так легко, как планировалось, поскольку вот здесь вот в задней части имелись два выступа на корпусе, которые должны были войти в соответствующие пазы. Вот они на старой раме. Вот они, их видно. В новой раме их нет, поэтому, чтобы не пилить раму, поскольку это было бы видно снаружи, пришлось сточить выступы. Но это никак не повлияло, потому что корпус в передней части садится жестко, и поэтому вилять просто не может. Также возник момент с установкой корпуса на раму в передней части. В новой части, как мы помним, там появился контакт, питание дымогенератора отдельный, такая Г-образная душка. И поэтому пришлось в раме сделать проточку глубиной где-то в полтора миллиметра, чтобы контакт тут без проблем входил. Вот, также хочу отметить, что при проверке дымогенератора, вот возник момент, сейчас он сфокусируется. Слишком длинное крепление трубы в корпус, и оно дотрагивалось к дымогенератору, который и без того стал находиться немножко выше, чем был старый. И поэтому сейчас это вот оплавление, я сейчас буду снимать напильником, вот, чтобы труба входила как раз ровно на глубину корпуса и не дотрагивалось раскаленного дымогенератора. Вот обзор нового тендера. Он существенно отличается от тендера старого образца. Мне пришлось заказать новую раму металлическую, которую я держу сейчас в руках, полностью новую плату, хотя планировалась только она, и новый верх корпуса, потому что он тоже совершенно другой. В нем значительно меньшее количество металла, чтобы вот в этом месте могла разместиться клемма для подключения цифрового контроллера, и сама плата. Поскольку в старой версии корпус имел в том месте утолщение, и оно практически плотно прилегало к раме снизу. Также хочу отметить, что новая версия, в новой версии мотор имеет два выхода. Вот тут у меня видно, что в плате предусмотрено отверстие под второй выход. Вот у меня мотор старый, и вот там вот внизу у меня зашпаклевано отверстие под трансмиссию привода тендера. Кстати, новый тендер имеет привод только на две оси. Старый тендер имеет привод на три оси, подпружиненная третья ось. Также в новой версии, вот из плюсов, появился такосъем со средней колесной парой. Вон там чуть-чуть видно, поблескивают пластины такосъема, вон они. Вот, в старой версии его не было. Ну, поскольку я менял раму, я решил это все дело сразу, чтобы объединить все плюсы в одном корпусе. Ну, вот как бы весь обзор. Всем спасибо за просмотр. Детальные фотографии вы сможете найти на форуме Восточного Экспресса. Ссылка в описании внизу. Ссылка в описании внизу.